Сегодня у нас открывается необычный проект, необычный потому, что это коллаборация с фондом культурный транзит, который находится в Екатеринбурге. Это площадка, которая тоже принимает выставки разных художников, они очень активно работают с художниками из Европы, они привозят их на резиденции, например, в посольство. И мы с ними давно дружим, и в этот раз мы наконец-то с ними очень хорошо подружились. Покрально вчера Алексей Щеглев ездил как раз в культурный транзит выставка, которая называется «Введение специальности». Только выставка там открылась, ребята вернулись сюда, и мы снова открываем выставку. Выставка называется «Фреймворкс», художница зовут Дина Нелли. Она по образованию дизайнер и по профессии тоже дизайнер. Она может проектировать здание, планировать интерьер и так далее. Но в последние годы она влеклась именно таким творчеством, причем творчеством необычным. Она делает объекты из бетона, вы знаете, такой не очень жецер материала, в основном, что с ним очень тяжело работать, он очень неподатливый. И эту выставку мы перехватили из галереи «Окно», это тоже челябинская такая неофициальная галерея, тоже работать с многими художниками, и поэтому очень здорово, что получилось, что у нас такой супер-супер-супер, да, как я сказала, у нас культурный транс из-за действия. А вот, у нас только провисит две недели. Сейчас, наверное, я расскажу немножко про сами объекты. Давайте начнем. Это не первый художественный парень Дины, она делала проекты в рамках Третьего Ореска Индустриальной Биеннале. Она, да, 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 буквально два года назад, очень часто выставлялась в Европе. И, как вы видите, она делает такие объекты на грани искусства и дизайна. Но почему мы все-таки воспринимаем их как искусство, да, как можно использовать эти объекты, да. Вот такие вот, с одной стороны, они похожи на полигональные вазы, да, но если мы с вами приглядимся, получается, что она из этих объектов будто бы устраивает небольшой горе, какой-то свой мир. И здесь мы уже видим такую художественную интерпретацию. Потом мы видим, как художественная работа Третьего Ореска Индустрия, на ней мы видим такое столкновение, с одной стороны, мужского и женского. Мы видим, как она вставляет, как в коллаж, вписывает в бетон необычные предметы, вот куски роз. Здесь мы видим отпечатки, можно подумать, что это было, прежде всего, это бумага. Здесь мы тоже натыкаемся на необычные объекты, связанные с чем-то острым. То есть ее объекты можно воспринимать не только как бы визуально, да, но и как бы тактильно их переживая. Здесь мы видим спиральные, являются такие силовые выставки, а выставки называются такой же фреймворкс. Вы знаете, что в социологии есть такое понятие, как фреймы и теория фреймов, да, и можно сказать, что художницы в какой-то степени работают с этим. Потому что фрейм – это некая рамка, которая нам задана обществом, не то, как мы должны воспринимать те или иные вещи. А здесь она, например, из бетона, такого негибкого, очень сложного материала, создают спираль. Здесь снова мы также играем в математике, такие очень типичные решители из города. Это голби, но они сделаны из бетона. И они, с одной стороны, похожи на какое-то такое, опять же, декоративное прикладное, да, какие-то свистульки. С другой стороны, да, да, с другой стороны, мы понимаем, что эти голуби, они сделаны из очень тяжелого материала, да, и они взлетят, это такая вот метафора невозможности. Вот, могу ответить на ваши вопросы, связанные с художником и объектами.